Ничего страшного нет. Все, вы команды, я отошел, все вы. Все нормальные ребята, все адеквата. Спасибо, ребята. Мне очень приятно спасибо за сегодня вашу заль. Это вас только. Светлый я знаком с вашим коллективом. Спасибо вам, что дало возможность сегодня выступить. И мы сегодня покажем нашим участникам. Я представлю себя, Ярован Гарасьев из Москвы. Елизавета Исокия, мои ученицы. Владислав Макаров, Айкино. И Андрей Гулай, Вася Чесранцын. Спасибо. Спасибо. Я вам просто, так, поверхность, рассказывала три части. Первая часть это дюно-ката. Это ката, который является с днем заросло-полагающим принципом дюно. Оно является как и эстетическим комплексом для совершенствования тела. Также вы можете заметить в этом дюно-ката, есть три принципа, которые используются непосредственно в соревнованиях и действиях. Я думаю, что касается партера, Владислав Макаров, он показывает нечто упражнение, как называемые сува и глаза, для перемещения на коленях. В дюдо многих есть техники, которые используются в партере, но мы вам покажем некоторые элементы, точнее Владислав, как можно наиболее эффективно и быстро перемещаться на коленях и маневрировать в положении леда. То есть в положении силика, ну полу-леда. А Андрей, Вася, Вася, Весеран Цветов, он продемонстрировал вам свои некоторые модифицированные приемы, которые он использует и модифицировал, ввиду того, что у него есть минуты ничьи и подвесности суставов и части тела, ввиду многократно полученный травм в процессе, непосредственно для него вошли в соревнованиях и действий, в процессе его жизни. Ему 62 года. Вот, но он продолжает практиковаться, но до сих пор и это дает ему, так сказать, практиковаться. Разные связи. Вот так. Ну давайте. Вот это все разгляды. Я вам покажу сейчас одно упражнение. Все равно как-то делается парень, но я вам покажу сначала одно упражнение без партнера, потом еще одно упражнение без партнера, а потом соединим это вместе. Вот и все. Это легкие упражнения, не требующая традиция особого напряжения тела, но для вас это будет как релаксация дополнительная. Да? Давайте на основном я делаю это упражнение. Высадить сустав. Высадить сустав. А потом вот снять. Ну и мы уже попробуем. Вы попробуем. Здесь вот так два-дри раза. Ну, как мы знаем, на любой единице лицо начинается с позитивного травмома. Вот так вот делается один фактор. И вот что мы делаем. Перемьем так. Один шаг вперед, рукой вниз. И приставим на ногу. Второй шаг вперед, рука вперед. Приставим на ногу. Третий шаг вперед, рука выше. Развернулись. И прогибаем ленчики назад. И возвращаемся в высокую половину. Так. Еще раз. Один. Два. Три. И поднимемся. Держим. Так же я делаю друг друга. Все просто. Никаких особых физических данных не требуется. Если кто хочет, вы можете попробовать. По одному-два раза напишите цель, а обратно будет цель. Если есть желающие. Хотите попробовать? Так. Попробуйте. Всегда можно попробовать. Но потом тяжелее, что не попробовали. А? Готовы? Нет? Я могу. Или не запомнить. Я могу вот здесь встать, и он за мной поймет. Сейчас он начинает работать. Вверх. Сходное положение. и мы двигаемся вперед. Один. Два. Три. Руки в сторону. Сложу. Один, два, три. Один, два, три. Есть желание? Кто-нибудь повторит? На, на дорогу. Смеяться, кто не вышел, пробуй, смеяться не надо. Можно посмеяться только над собой. Амир, вставай. Да, хорошо. Все прекрасно. Видите, под дзюдо это легко. Никаких особых усилий теперь не нужно. Хорошо. Супер. На что я хочу обратить внимание. Как вы заметили, любой прием дзюдо должен выполняться с одним, наверное, идеей, чтобы не нанести, во-первых, себе вреда, ну и желательно, конечно, не нанести вреда своему сопернику. Потому что все-таки мы потом как-нибудь не будем чаще участвовать. А если мы делаем, так называемые, неэкологичные действия, экологичные, это значит небезопасные совсем. Особенно для себя мы можем травмировать. Зачастую так бывает. Травмы мы получаем, даже сами довольно познавая, когда мы как-то неправильно поставили ногу, соответственно какая-то нагрузка суставнозаметная произошла, а у нас потом, через какое-то время, начал болеть здесь. А мы не понимаем почему. А просто мы неправильно называли ногу. Вот зумов кота учит экологично и правильно маневрировать своим телом и, так сказать, перемещать его в пространство, то есть по татаме. Относительно просто индивидуально или аэросичный партнер. Сейчас давайте так сказать, чтобы вам было понятно, я покажусь со своей ученицей. Этого я точку мы с ней изучаем только зумов кота. Всего зумов кота 15 упражнений. Но чтобы вы понимали, 15 упражнений это для того, кто атакует и того, кто защищается. Всего получается изучаем 30 упражнений. Сейчас я вам покажу первое упражнение, чтобы вам будет хотя бы понимание понятно, о чем идет речь. Я выполняю роль атакующего, моя точка – роль защиты и выполнения последней техники. И вот это первое упражнение. Если вы загрузите, здесь есть что у нас, кто может сказать, на что он обратил внимание? Здесь есть перехват, да, захват. То есть идет вот то, что мы делаем в обычном нашем рандоре. Работа с руками, перехват и так далее. Дальше что есть? Кто обратил внимание? Есть два таких основных момента здесь. Это разворота туловища, если вы увидите, перемещение туловища. Когда я остаюсь спиной, когда я развернусь в партнер. Вот эти перемещения. И два вида существуют перемещения. Это внутреннее перемещение, когда я разворачиваюсь через живот, и перемещение, когда я разворачиваюсь на руке через спину. Они вот в этом упражнении у нас едины. И как я ставлю свои ступни? Если я разворачиваюсь сюда, и не разворачиваю стопу вперед, вот таким образом, у меня происходит неэкологичное движение, ярко забеганные суставы. Со временем, непонятно, пока вам 14, 15, 20 лет это не особо видно, но потом это может быть какие-то непонятно. Вот. Ну что, попробуйте вот это упражнение еще раз? Или показать второе? Второе. Если вы видели, моя дочка делала второе упражнение. То есть я шел в ней, а она делала прием. Вот как делается. Мы становимся вот так вот в плотину. Я немножко отклоняюсь назад. И делаю шаг. И ставим. В другой направлении. И ставим. И ставим. И вот такие перемещения. Легкие. Не требующие большой физической нагрузки. Но в то же время я контролирую свое тело. Как оно стоит на катании. Устойчиво я. Баланс тела. Потому что у меня руки разворачиваются в разные стороны. Как называемое владение тела, да? Рука вверх, рука вниз. Разворот вправо. Рука вверх, рука вниз. Разворот влево. Это называется координация движений, да? Когда мы здесь, 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 здесь. И можно понять, куда это двигается. Попробуем. Так назад. Исходы влево. Как назад. Исходы влево. Кто хотел попробовать? О, давай. Иди со мной. Самый смелый. Смелый. Мы стоим спиной. Правая нога назад. Правая лука. Левая нога назад. Левая нога назад. Левая нога назад. Левая нога назад. Левая нога. Ноги чуть-чуть теряешь. Так все хорошо. И возвращаем. Далее. Смотрите. Вот остались сюда. Смотрите. Вот он встал. Вот такое немножко положение. Оно не совсем хорошее для него. Ведь он перекошен в эту сторону. Значит, уже что у него? Как мы говорим, в кудзуши. По идее, с равновесием он сам себе сделал. Для того, чтобы он упал, он пошел туда уже не будет. И ногу заворачивай. И ногу заворачивай. Через водитель ступня, как осталось, он не довернул ступню. Да? Бывает так. Мы делаем прием, а кто-то не идет. А просто надо было что сделать? Довернуть ступню. Да? И прием пойдет. Вот эти вот маленькие нюансы, они с виду не видны. Но если как бы внимательно к ним относиться, то наша техника, наша эффективность борьбы, она увеличится в разы. И, как говорил основатель, когда кажется вулкану Тибора, будет максимальный эффект с наименьшими усилиями. То есть мы находим ту точку, где применяем нашу силу. Она убаивается силой партнера. И мы даже ничего не делали. Он сам падает и говорит спасибо за внимание. Вот. Так вот. Кто-нибудь хочешь еще попробовать? Нет? Хорошо. Я еще раз покажу. С вашим... Да. Мы сейчас... Он уже раз учился. Ты сейчас выполняешь... Опа выполняет роль принимающим. А я выполняю роль. Только многие не забывают поворачивать. Да. Передаю такую руку, да. Да. И почему мы должны схватить вот эту руку? Если ему эту руку не хватает, то я что делаю? Перекладываю его. Делаю просто прием. Ну, есть, да. Есть продолжение. Я делаю продолжение. Поэтому джюдо, так, я атакую, он защищается. Я не только должен защищаться, а сразу атаковать. И принцип вот этого круговеца, атака-защита, 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 она здесь может последствоваться. Порядок в руку. Похоже. Вот он мне держит. Смотрите. Он мне уже назад сделал, я уже не могу владеть руками. Но зато у меня движется что? Таз. Таз. Смотрите, что я делаю. Вперед он держит крепко и пойдет. Но я проваливаю таз вниз и делаю выстрел. Если он продолжает меня держать крепко, то я просто делаю вперед эту атаку. Вот это, ну так, вкратце, чтобы вы понимали, как применять вроде бы такие редкие упражнения, как ката, техниги работают. Вот. Я на этом заканчиваю свой маленький спич, потому что у нас время не может поджаться. Только у нас еще Владислав. Ну хорошо, давайте еще пять минут. Да. Сейчас выполнит атаку для меня. Воба. Вставь. Воба. Воба будет выполнять сейчас первую атаку. Смотрите, я ничего не делаю. Знаете почему? Потому что оба у меня не атакуют. У него рука прошла мимо. Мне не надо же двигаться. То есть я начинаю только иногда переживать, когда есть реально угрозовые камни. До этого я не буду лучше делать. Ну давай попробуем. Вот здесь он. Опять он выглядит. Он меня жалеет, да? Ну вот толкни. Грудь. Оооо. Оооо. Ну я тоже почувствую, что что-то есть такое опасное движение. Ооо. 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 Оооо. 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 Если он в эту сторону не идёт, он сам себя опускает кучину пропасти, потому что он уже освободил пространство для того, чтобы я сделал приём, какой-то лифтур. Сюда ушёл, да? Сюда ушёл. И я могу уже бросать его. Для его защиты он должен быстро перенечтиться вот сюда и попытаться что сделать, как я говорил, сводить руку и сделать приём. Но я ему это сделать не рад, потому что я быстро зафиксирую немножко плечики отведу назад, и уже вперёд он руки сам в углу не мог. Мы пробовали, каким бы сильным ни был, очень тяжело обратно отсюда загнуть руку сюда. А у меня есть большая возможность, даже если он будет собирать руку сюда, как достаточно, отпустить одну из его рук, перехватить пояс, и сделать приём любой назад. Но это немножко я показываю, как применительно грунду и спальню. Понятно? Это поверхность. Если это немножечко 5 минут времени уделять после основной тренировки, можно где-то разведеть тайный смысл. Они просто на самом деле похожие вещи делают в элементах отработки. Но они порой не понимают, почему это вот так, почему это вот так. Я, например, вижу первый раз, но у меня складывается картинка, откуда что появлялась. Да. То есть это, например, чем выше опыт каких-то взаимодействий, тем выше появление. Как говорится, когда мы прочитаем с вами Винни-Куга в 10 лет, это одно, а когда на 20 лет Винни-Куга уже по-другому выглядит. А когда вам 40 лет Винни-Куга будет выглядеть совсем по-другому. Так же и Винни-Куга, да? Мы 5 лет по-другому смотрим, 10 по-другому и так далее. Наше восприятие всех упражнений Винни-Куга меняется с развитием нашего интеллекта. Чем мы познавательнее изучаем темы, которые больше для нас пользуются. Ну и что хочу сказать с этим? Что хочу сказать, что основное, на что я обращаю внимание через тюнок-эта? Это, конечно, на так называемую использованию тюнок-эта как здоровье, сберегающую технологию. То есть, если мы больны, то, конечно же, вероятность нашей пакетных соревнований равна 0. Если у вас есть травмы, какие-то еще обстоятельства, да? Понимаете, что будет? То есть, здоровье, оно важно для достижения каких-то результатов. Если здоровья нет, ну, значит, может быть какие-то последствия. Ну, давайте я еще в заключении покажу со своей дочкой первое упражнение еще раз, второе упражнение и третье упражнение. Хорошо? Три упражнения. Я в роли нападающего поступающего. Это будут вопрос. Это будет вопрос. Да, перед началом увеличение. Спасибо. 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 Роман. Попробуйте. Попробуйте. Мы сейчас очень много тренировались. Очень много потери. Очень много прикреплений. Вот эти тренировки очень полезны и расширят в вашем магазине. Другие тела. Другие пять минут. Вы сказали, о чем вы спусту говорите? Что вы увидели с момента. Нет. Вы увидели с момента. Сейчас только один из вас. А смекаться – это очень тяжело. И бывает, подпьет, проигрывает до того, который еще вышел на татане. То есть перегорает. Тренировки спросите, какой есть? Один. Еще один дошел, он даже… И все, он уже проиграл. А другой дошел, отборолся. Даже если он проиграл, он все равно выиграл. И вы, я вас сейчас спрошу, все выиграли. Вот эти вражения, то, что вы говорите. Вы боретесь вот так вот. Боретесь. Вот тело напрягает. Мы о чем говорим? О тридцатилетнем, там, или даже большем опыте, чтобы вы дошли этот путь как максимально здоровый. Максимально. Исключить совсем нельзя, потому что, вы же посмотрели, как вы, Владимир Владимирович, раз вы с топом не доверут, все, три въезда. Тебе хочется бросить. Но бросить надо из правильной позиции. Не из-за правильной… Не из-за того, что правильно, как экологичные вот слова нам понравились. Но мы со средатами, я вам все покажу. Одна рука, а ноги у нас отстают. То есть надо научиться вообще владеть всем телом. И здесь мы ставим. Вы просто понимаете, посмотрите. Можно руки, три уровня опять есть. Сейчас я вам слово покажу. У меня задело то, что вы никто не сделали. Ну возьмите, пожалуйста. Уровень 1, уровень 2. Гидан, джудан, джудан. Японский называется. Вот вы уже расширились вот два раза. Но это вот фронталь. А я отвлекаю. Руки могут быть здесь. Могут быть здесь. Могут быть здесь. Могут быть здесь. И здесь вы просто не увидели, Саша, так положили. Одна рука, тело растягивается. Я слово возвращаю. Вы вот ухожены. Сейчас вы просто отдохнете и будете в благодарность. И еще сможете 2 часа после этих упражнений бороться. Вы понимаете, что? Победать, пожалуйста. Не поймите. Не стесняйтесь сами. Особенно, ребята. Мамы как раз. Давай-давай-давай. Не стесняйтесь. Давай-давай-давай-давай. Пять минут. Микс со мной. Меня тоже уважали. А мы здесь к вам присоединиться. Соня, ты прощаешь. Максим, спасибо. Максим, спасибо. Максим, спасибо. Максим, спасибо. Ребят, собрались. Место. Место. Мы ждем дальше. В России это было. Так, готовы? Спасибо. Давай-давай. Давай-давай. Да. С правой руки начинать, ребята. Один. Два. Три. Возьми, вылимите в поле. Разрешивайте. Разрешивайте. Так, и его руки выделяйте. В первой стороне. Еще раз. Один. Два. Три. Стойчивое. Посиди собрались. Один. Один. Три. Стойчивое. Один. Один. Я бы только вы сам по поводу, что не стояли. Три. 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 Стойчивое. Три. Многи. Три. 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 Не теряйтесь. Так, ребят, сидите в руку, пожалуйста, ладно? Не надо налаживать себе. Давай, давай, надо правильно встать. Пусть окружили меня. Страховцы. Так, наш ребят, не всякий, что движет, посмотрите. Это для вас, я вам специально. Как вы сидите? Сидеть прямо по верху. То есть, мы сидим на пятку, можем за голову уже сидеть, скажем так. Спина отнимаем, с этого начинаем. Дальше, у нас есть пальцы, как на ногах. Сидим просто на пятку. Какая-то сельца. Громкость. Потому что у нас ножки, как и так. Дальше. Если мы сидим на пальчике, ну, чтобы нам потом легче, не надо. Это называется спай в азан. Скажу так. Теперь я вас попрошу, вы сидите в сельцах, чтобы просто размять пальчики. Нельзя без разумки ничего делать. Сельца с половиной азан. Сельца с половиной азан. Сельца с половиной азан. Дальше, все, закончено. Так, находите. Кто может находиться? Кто? Давай, давай, давай. Ветли на колене, как кто? Кто, кукунальный скорцов? Ого! А еще кто может? Давай. Давай. Ого! Молодцы. Ого! Ого! Отлично! Но! У нас. Руки с айтой. Ноти с айтой. Ноти с айтой. Сейчас я вас так буду ходить. Так пусть. С левой части. Пусть будет справа. Я научу вас вперед ходить. Назад. Сейчас. Легко, свободно. И тут мне надо надо смотреть. То есть спиной. А еще кружится. Через спину и через ногу. Сейчас. Смотрите, пожалуйста, как это делается. Вот. Делали так. Как купили. Без пальчика. И если мы так. Насопнемся. Ветяной. Обожжем. На пальчик. Может, мы отняли пятки у вас спрятаны под волосы? Раз. Два. Раз. Я сейчас сделаю вам легко. Честно. Я могу так двигаться долго-долго. Ну, потому что для нас европейцев это очень тяжело, но... У вас с ним по требованиям. Удивающие задерживая руководителя по коротке, выбрать. Хотя бы до среди галлов. Хотя бы до среди галлов. Хотя бы до среди. Не приблизительно. Ну, сюда, сюда. Давайте все по-трейце. Вормально. Давайте, пожалуйста. Ваши. И там уже, кто-то. Ваши. Да не убежали. Ваши. Продолжение следует... 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 частей тела, которые не позволяют ему в должной мере, как он сказал, поставить ногу сюда, или согнуть колено, потому что у него есть некое неудобство, протез и так далее, но это не мешает ему практиковать дзюдо. То есть он немножко модернизировал под свое состояние физического, физиологического здоровья. И вы видели этот вариант. Возможно, кто-то из вас на каком-то подсознательном уровне сам делал это, но это у вас получилось. И потом смотрите, парка, да? Вот современный дзюдо, ну есть некоторые такие настроения, когда мужики там, да, пацаны, они рассуждают так, Ну, че мне там паркер возникся? Я в стойке вышел, красиво бросил, и я типа там, типа там, шуту по-пацански, да? Я вам скажу, что пренебрежение паркера ведет к очень многим досадным, досадным проигрышам на соревнованиях. Да, вот ты приезжаешь на соревнованиях там, да, у паркер стойки все прекрасно, а тебя передели в паркер и там сделали. Только лишь потому, что ты своего тренера, в свой момент, когда он вкладывал вам эту технику паркера, просто как-то относился к этому, вот как-то так. Неуважительно. А это неуважение к технике паркера кончилось тем, что тебя сделали на соревнованиях. Хотя в стойке ты своего противника превосходишь на порядок, на уровне. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что любая техника, она превыше всего. Вот голод успеха в соревновательском институте, это 70% фототехника. Абсолютно. Если ваш, а у вас замечательный тренер, если вы к нему, если вы не пользуетесь этой возможностью и не считываете 100% той технической информацией, которую он вам дает, Ну, вы сами себе тренируете, сами себе. Ну, паркер, да? Вот это вот положение мое, оно положение незащищающееся, оно атакующее. Я атакую на самом деле вот положение. Ну, левая нога, скажем так, нерабочая, да? Но это не означает, что она должна лежать в брену и ничего не улетает. Вот если правая нога, ну, она с ограничениями, нам надо пустаться на руках, да? Ну, защищение может работать, все равно здесь, на каком движении. Хоп. Хоп. Левая нога, которая не сгибается, но она может подбить, сделать такое поддельное движение. Либо, какое время? Который вам наверняка всем известен, как говорится, повторение обречения. Да? Вот. Вот противник опыта, он узнает, что сейчас посредит. Вот сюда вот, да? И он начинает отклоняться. Он уходит. То есть, если у тебя осталась одна действующая рука, она всегда может быть использована в зависимости от ситуации. Отклоняется. 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 Отклоняется.